Привет, друзья! Я Григорий Герман. Неожиданное лето 2024 года, вслед за которым начинается осень. Какой она будет в связи с теми событиями, которые происходили летом? А насколько то, что происходит в Курской области, повлияет на события, на мысли, на устремления в России, в Украине, на Западе и на Востоке? Об этом все. Мы поговорили с Иваном Ступаком. Оставайтесь, будет интересно. Осень. После, мягко говоря, неожиданного лета. Никто не ожидал того, что будет происходить этим летом. И, безусловно, это внесло свои коррективы в планы, в предвидения и в прогнозы. Поэтому я хочу сейчас, в конце лета, с тобой еще раз пройти по тому, что мы можем сказать, что мы можем предвидеть на осень, зная то, что мы знаем. И предполагая то, что может произойти. Первое. Новое наступление ВСУ в неожиданном месте. Раньше все эксперты в этот момент говорили, да господи, какое наступление. Нам бы вот это вот. Но, видишь, теперь мы понимаем, что новое наступление ВСУ может быть. И в самом неожиданном месте. Объясни мне, как ты думаешь? Зачем? Оно может быть там, где нас не ожидают. Там, где нас никогда не было. Но теперь проблема в том, чтобы найти такое место, где нас не ожидают. Потому что после Курской области, судя по всему, нас будут ожидать везде. Как вариант, конечно, например, я фантазирую. Это глубокая фантазия моя. Невероятно, например, не знаю, там, Приднестровье. Если нас очень сильно попросит молдавское правительство, то мы можем сделать наступление там и отжать какое-то количество снарядов, которые лежат в Рыбнице. Мы, правда, не знаем, что там лежит в этих Приднестровских складах. Но как вариант, может быть. А наступление где-то в Запорожской области, ну, судя по количеству линий укреплений, ну, как по мне, кажется, маловероятным. Опять же, военное мнение другое, разведка другая. Может быть, расскажут, что есть там слабые места, где мы можем просочиться. Может быть, растягивание российской обороны в Курской, Брянской, Белорусских областях. Как там говорят, уже под 30 тысяч человек находятся, а может быть и 50 тысяч. В ближайший месяц, в принципе, растягивание, серьезное растягивание. Они не смогут поддерживать наступательный потенциал. То есть в теории может быть вот такая вот история. Но, опять же, прорыв, это настолько все тонко, настолько все индивидуально, и там, не знаю, в зависимости от прилива-отлива, лунная фаза, там, отвлечение российского хинштаба. И только тогда оно может быть. Предсказать его, ну, невероятно сложно. Война – это поле неизвестного. Абсолютно с тобой согласен. Но даже если следовать просто логике, смотри, на то, чтобы купировать прорыв в Курской области, они вынуждены были собирать 30 тысяч скрести по сусекам, управлять срочников и вводить в бой войска, это, пехоту РВСН и пехоту ВКС, да? То есть собирать действительно уже по складам и по сусекам. Соответственно говоря, если будет еще один прорыв где-то, то для того, чтобы уже его оккупировать, им необходимо будет перебрасывать войска, собственно говоря, с действующего фронта. Да, с Донбасса, с юга намного более активно, чем они это сделали сейчас. Или с востока, с востока Российской Федерации. Там же за Ураном очень много населенных пунктов, городков. Кто-то же там остается. Вполне возможно, что логика будет следующая. Мы не купимся на новое наступление Украины. Мы не будем снимать ниоткуда с фронтов. Мы будем забирать из глубинных территорий. В принципе, образ мышления и образ действий нам подсказывает, что вот сейчас то, что мы видим, они с фронтов не забирают массово. Да, там понемножку, там, там где-то морская пехота Черноморского флота, там Техоокеанского флота сняли с Херсона, позабирали, побросали, угли, да, разобрали. Но массовых снятий такого, чтобы пришли, не знаю, там на Покровское направление, так, 25 тысяч за нами кругом и пошли. Такого нет. Я думаю, что они будут использовать этот механизм, эту систему на будущее украинское наступление, есть, они, конечно, будут. Переходим к политической составляющей. Многие говорят о том, что после того, как Украина вошла в Курскую область, переговорный трек в принципе невозможен. Или наоборот. Как ты думаешь, возможны ли переговоры после того, как Украина вступила в Курскую область? Помни, пожалуйста, мы с тобой в прошлый раз говорили про вот эту вот фразу, которая звучала всегда от каждого российского представителя, как только разговор заходил за теоретические, гипотетические мирные переговоры. Переговоры, возможно, при условии учета текущих реалий на земле. Ну, многие уже эта фраза приелы, господи, это шинт от нее. Что она имела в виду под собой? Что та территория Украины, которая оккупирована россиянами, ни в коем случае, ни при каких условиях, ни при каком влиянии, не подлежит обмену, возврату, каким-то торгам. То есть там, где россияне, там они остаются навсегда. Так они мыслят. Там, где Украина, там остается Украина. Но, зайдя в Курскую область, эта конструкция словесная была просто разломана, растоптана и перемелена на мясорубке. Потому что выходит, что? Учет текущих реалий на земле. Окей, возле Покровской стоят россияне, а украинцы что тогда фиксируются? Суд же, Глушковский район. Не, нас это не устраивает. Поэтому мирные переговоры были заканцелены полностью, отменены, по крайней мере, пока, а, Украина не выйдет с территории Курской области, б, пока не будет найдено какое-то, не знаю, там, половинчатое решение этой ситуации, там, вот, ну, как-то выйти из ситуации. Вот нужно, вот, когда найдут решение, тогда мирные переговоры снова вернутся. Но Россия, я вижу, точно хочет мирных переговоров. А, хорошо, тогда не кажется ли тебе, что во второй половине августа, после обоюдных высказываний, противостояние между Россией и Украиной не перешло, но дополнилось еще и личным противостоянием Зеленского и Путина, двух президентов двух стран, которые, ну, я не знаю, смогут ли они найти в себе моральные силы сесть за один стол переговоров? Они не сядут. Вот искренне я скажу, я сомневаюсь, что президент Зеленский сядет за один стол переговоров с Владимиром Путиным, вообще, от слова совсем. Мы с тобой когда-то говорили, вспомни, пожалуйста, переговор возможен по типу, по примеру, зерновой сделки. Украин-див. Когда Россия и не Украина не садились ни за какой стол, ни за табуретку, ни за шухлятку, ни за ящик. Нет, вообще. Мы подписали два разных документа. Один подписали в Украине, Украина и гарантии ООН, Турции. И вторую бумажку подписала Россия, ООН, Турция. То есть при наличии двух этих бумаг договор вступал в силу. Вот и все. Я думаю, что мирные переговоры могут быть заключены вот таким вот образом. Мирный договор. Ну, какой-то, не знаю, перемирие, как угодно может называться. То есть Украина, Россия. Вопрос только, кто будет внизу в качестве гаранта? Мое глубокое убеждение, без гарантов внизу бумаги ни один мирный договор с Российской Федерацией не взлетает. Его можно просто сразу прямиком нести в клозет и там оставлять для ближайшего клиента. Потому что Российская Федерация никогда не исполняла договоры, которые ей не были интересны. Кто может быть гипотетическим, теоретическим гарантом? Две страны. США, Китай. Вот это две страны. США как бы гарантирует, что Украина, прозападная страна, и она будет выполнять все взятые на себя обязательства. Китай гарантирует, что ее вассал Россия, как провосточная сторона или глобального юга, часть, будет выполнять взятые на себя обязательства. При любых других раскладах я в мирный договор, в длительность тем более, я не верю. Хорошо, тогда США, не только США, но и Запад, в течение длительного времени педалировал тему переговоров, и происходило это до Курского наступления. Сейчас, насколько я понимаю, эта тема, мягко говоря, ушла на второй план, в том числе и благодаря наступательным возможностям ВСУ, которые были проявлены именно на Курском наступлении. Означает ли это, что они снова поверили в то, что мы можем наступать и мы можем побеждать? Ну, мы можем побеждать, но ограничено. Давай так, объективно, нашими силами дойти до Москвы мы не можем. Конечно, не стремимся. Захватить Курск, а зачем он нам нужен? Вопрос. Что он нам дает вообще? Да, при его там боях мы понесем, в первую очередь, логично, мы понесем большие потери в людях, в технике, амуниции, боеприпасах. У нас есть проблема с Востоком. Мы теряем Восток. Покровск приближаются. Нам нужны вот эти беженцы российские, которые там бегут со своим шматьем. Да, визуально оно будет выглядеть класс. То есть, реляция корреспондирует к 22-му году. Фейсбук будет удовлетворен, но трупы мирных российских граждан, они нам нужны? Они нам не нужны. Мы не захватываем российскую территорию. Она нам не нужна. Нам не нужны эти болота. Занимайтесь сами. Мы не будем обеспечивать российских вот этих беженцев водой, едой, первой медицинской помощью. Оно нам не нужно. Это большая территория. У нас просто банально нет лишнего миллиона человек, чтобы, ну ладно, ребята, вот тут 500 тысяч вот сюда, вот 500 тысяч вот сюда, ну где-то посередине замка там сойдетесь. Но нам оно просто банально не нужно. Поэтому Украина должна себе размыслить, что мы хотим получить от Курской области, что мы вообще от него получим. мое глубокое частное видение такое. До Курска мы идти не будем. Нам он не нужен. Курска атомная электростанция нам не нужна, потому что мы, как с тобой говорили раньше, в заложники не берем эти объекты, мы понимаем, какая будет реакция гневная. Нам не нужно терять наших союзников. А вот попробовать захватить, например, Глушковский район, это вот соседний район, вот там, где мы находимся. Зачем? Да, там села, там поля, ну, а что они дают? Ничего. Но там есть потенциальные российские пленные, военнослужащие, которых можно захватить, поменять. Там есть склады с боеприпасами, там есть техника военная, которая находилась для прикрытия границы, мы можем ее захватить как трофей. О, вот это вот выглядит супер. И дальше, дальнейшее мое видение такое. Мы захватываем эту технику, амуниции, боеприпасы, пленных, все это вывозим на территорию Украины, спускаем украинский флаг под, ну, суд же, вот спускаем его, все это делаем красиво, видео, забираем и говорим, что наша специальная военная операция в Курской области завершена. Разворачиваемся и уходим. И перебрасываем дальше наши войска, например, на Тонбасс, прикрытие. Российская Федерация делает что? Размещает вдоль границы снова силы, вот эти свои большие 30 тысяч людей, которых назвал сырские, а мы при этом, когда уходим, можно еще так, последний наш человек может пригрозить и сказать, мы еще вернемся, когда захотим. И вот в таком режиме, вот закончить вот эту вот историю, мы еще вернемся. Да, нам скажут, фантазеры, но внутри будет понимать, что нужно держать много людей, чтобы украинцы не вернулись. Что мы выигрываем? Показали, что Россия слабая, режим Путина слабый, имбицильный, инфантильный, мирных граждан российских, не били, не насиловали, не убивали, не закапывали, как это делали россияне, мужчины россияне. Показали, что украинцы адекватные, нормальные, логичные, приятные ребята, даже несмотря на то, что они, россияне, сделали против нас. Забрали много техники, амуниции, боеприпасов, нанесли урон российской армии на ее территории, унизили российскую армию, российского солдата, крема лично Путина, и нас не выгнали, мы ушли сами, ушли сами под, с твоими коллегами, журналистами, все снимаем, как мы выходим, спокойно, не убегая, вышли с гордо поднятой головой. Как мне кажется, это будет достойное завершение вот этой вот операции, потому что дальнейшее продвижение, искренне скажу, я не вижу, какая цель, до чего. У нас ограничены люди, мы ограничены в технике, мы ограничены во времени, и опять же, восток, Покровск. Окей, создание буферной зоны, территории, свободной от власти Путина, с альтернативными некими органами, созданными российской оппозицией, которая получает территориальные абсолютно, ну вот, право на этой территории создать, вот, начать создавать свою прекрасную Россию будущего. Хорошо. Это стандарт. Котеньки того, Котарковского, или еще кого-то. Красивая фраза, я не люблю коммунистов вообще, но оттуда фраза. Любая революция стоит хоть что-то, если она умеет себя что сделать? Защищать. Защищать. А вот эта власть, которую мы оставим после себя, там, какой-то условный РДК, или, не знаю, там, Карамурза приедет, а он сможет себя защитить, защитить от первого же приезда, там, не знаю, там, десяти уазиков, росгвардейцев, или, там, полиционеров российских. То есть, чем они будут защищаться? Мы их будем снабжать, мы их будем обеспечивать и они будут вести боевые действия люди. То есть, ну, вот этот вопрос, ну, он очень сложный. Да, в теории можно что-то придумать, потянуть время, но какая-то должна быть планка, дедлайн. Это как у тебя, смотри, когда ты делаешь что-то, ты снимаешь разговоры, ты же там, вот, ты видишь себе, так, я вот снимаю, я сниму материал, там, сделаю, распишу, склею, выставлю, сто тысяч, сто миллионов просмотров, ну, ты же не снимаешь просто так, лишь бы там снимать. Ну, у тебя же есть цель, так и у нас должна быть цель. Какая? Краткая цель, средняя цель, среднеперспективная, долго перспективная, идеальная, и при самом негативном раскладе, что мы вообще хотим достигнуть? Ну, хоть что-нибудь. Ну, понимаю, слушай, смотри, ну, на самом деле, это такой разговор, разговор достаточно длительный, да, и потому что перспективы могут быть как от самых несчастных до самых прекрасных, да, создание буферной зоны, создание буферного государства, а место, территория, куда могут стекаться, там, условно говоря, все по-антипутински настроенные мужики из окрестностей для создания отрядов самообороны, легион свободы России превращается в армию свободы России, которая там защищается, и так далее, и тому подобное, да, ну, то есть, ты же понимаешь, ну. Слушай, извини, я тут как баба яга буду, но все равно, давай, мне нравится вот этот фонг, но с другой стороны, ты же стекаться с окрестностей, окей, звучит здорово, там с Брянска, с Белгорода, с Ростова, они там как-то, ну, там же с той стороны внешний периметр есть, с российской, то есть, окей, может его там и не быть, в какой-то момент, но потом он появится, блокпосты, мобильные патрули, которые будут постоянно держать территорию под замком, снабжение, снабжение только из Украины, снабжение в деньгах, помощь в создании администрации, люди, которые должны будут вернуться, ресурс, который Российская Федерация задействует для разбития украинской группы, вообще там, или там, той буферной силы, которая будет находиться, это же будут ковровые бомбометания, это будут Искандеры, точка У, ну, все, что угодно, территория маленькая, 1200 квадратных километров, на самом деле, это не про что, если я буду окружена со всех сторон, теми силами, которые сейчас, про которые сейчас говорится. Окей, хорошо, смотри, я после нашего с тобой обсуждения, все равно продолжаю настаивать на том, что это тема для обсуждения, как минимум. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Планирование, это не та тема, на которой можно сразу же ставить крест со словами, да, ну, я, да, я, хочу, кстати сказать, чтобы на самом деле все украинские эксперты, и я в том числе, в течение всего этого времени, говорили, что атаковать российскую территорию, да, ну, зачем, да, ну, ну, а смысл, да, но тем не менее, видишь, мы получили то, что получили. Хорошо, мы получили, окей, ну, тут теперь следующий вопрос такой, а что мы теряем, что мы получили сейчас, мы захватили 1200 километров, которые нам не приносят, не генерируют ничего, то есть, ни людей, ни какие-то, не знаю, например, если там была нефть, например, и мы там за это время выкачиваем нефть для наших танков, или там, не знаю, там, литийные рудники, вот мы там литий забираем и продаем, там, в Индию забираем кэши, финансируем армию, но мы же ничего не получаем, как и российская армия, она заходит, уничтожает наши города, один за одним, но постоянно говорю эту фразу, Шурик, это же не наши методы, мы же не можем себе это позволить, страны Запада, они же не могут себе позволить США, арестовать 150 россиян, которые проживают в Майами, в Калифорнии, в Сан-Диего, и сказать, ну, мы их тут арестовали, и ждем, пока появится в России кто-то, на кого мы обменяем, потому что так не работает, они так не могут, это Россия может сделать, американцы так сделают. Хорошо, вернемся тогда к американцам, не кажется ли тебе, что в период нестабильности, которые связаны с американскими выборами, в особенности учитывая, как они проходят, вот в этот вот период нескольких месяцев, до 20 января, Путин способен, мягко говоря, учудить что-то, причем, варианты, учу-чу, да, чудения, они колебаются от объявить мобилизацию, и начать новое наступление силами свежемобилизованных, заканчивая нанесение тактического ядерного удара. Может, вот может, я ни один из сценариев не исключаю. Да, у каждого из сценариев разные там вероятности исполнения. Начнем, например, с мобилизации. Эта история гуляет с, там, марта 24-го года, когда говорили, что только путинские выборы пройдут, все, вот сразу будет мобилизация. Вот говорят, ну ладно, сейчас вот инаугурация в мае месяце, и на следующий день мобилизация. Но мы с тобой говорили, придворные российские экономисты, кремлевские, некоторые беглые, я имею в виду, в экзиле, которые за границей, которые можно заподозрить в, там, скажем так, в перекручивании показателей. Местные экономисты говорят, это будет катастрофа. Если мы объявим тотальную мобилизацию, мы проиграем эту войну. Может появиться история, как с Советским Союзом. Советский Союз проиграл не на поле битвы. У него техники было, как у этого, у дяди этого, кота Матроскина, как будто ли на фабрике, просто завались. Они же не в этом проиграли, они проиграли экономически, развалились. И вот боятся экономисты, что только объявив мобилизацию, лишатся людей, лишатся рабочих рук, и экономика просто рухнет, подтянутся от его бремени. Они этого боятся страшно. Поэтому я думаю, что в Кремле решение не принято. То есть пока вбрасывают деньги, добрасывают, набирают. Кстати, вот после начала Хурской операции вдвое выросло желающих заключить контракт с Минобороны в Москве. То есть если раньше в неделю это было 90 человек, то сейчас-то там под 300 человек. О, на секундочку. Вот так вот. Ну просто потому, что из регионов едут туда. Те, кто раньше подписывали контракты в Чувашии, они теперь стараются, ну я это знаю просто, потому что я за этим слежу, они теперь стараются ехать в Москву, а в Москве их прямо на выходе из станции метро возле там каких-то военкоматов начинают ловить автобусы от организации Мосгорснаб, снабсбрсбыт, и которым нужно, у которых тоже есть своя квота, да, и которые таким образом и заставляют их подписывать контракты от организации Мосгорснабсбыт. Глазпицы, блядь. Да, да, да. При этом говорят, если вы подпишите контракт у нас, то форма в подарок, я реально, это реально очень, ну вот, это как бы смешно было бы, потому что это уже чистый маркетинг, да, вы подписываете контракт от нас, что вы наш сотрудник, и пора, и перцы, и подарок. И значок, и значок, да? И значок, да, вот это вот, ну вот, то есть, вообще, вот почему в Москве такое неожиданное решение. Если ты говоришь, Чуваша, я думаю, что там не больше 7 тысяч долларов, а в Москве уже 23 тысячи долларов. если же есть, ну, ты купил билет, вложился, там сколько, не знаю, 200 долларов билет, я не знаю, сколько там стоит, приехал, и уже там сколько, в три раза больше у тебя ты получаешь. Понятно, что есть вообще такие. Пока тебе в бошку не прилетит украинский впеведрон, ты в плюсе, да. Смотри, есть еще одна сторона, чрезвычайно важная для нас и для России, Китай. Насколько на Китай действует, как Китай реагирует на Курскую наступает на операцию, даже не на саму операцию, там, понятное дело, глубокая озабоченность, но что Курская операция меняет в действиях Китая или может изменить? Смотри, искренне скажу, я не знаю, что там происходит в голове, потому что Китай это настолько закрытая организация, даже для страна, для людей, которые занимаются Китаем десятилетиями. Это невероятно страшно что-то спрогнозировать, всегда есть у китайских лидеров, чиновников какие-то возможности, чтобы там выйти из ситуации, там, недосказать или сказать, что вы нас неправильно поняли, то есть, словить на слове невозможно. Единственное, что я опираюсь, на визит Дмитрия Кулеба, министра иностранных дел Украины в Китае, это было, по-моему, месяц тому назад, но как я его увидел, он был доволен, то есть, я не увидел, там, не знаю, расстроен у господина Кулеба, он был поникший, наоборот, может он сыграл хорошо, но он был доволен, он был рад тому, что происходит, поэтому я предполагаю, что, возможно, какие-то точки соприкосновения были найдены и каким-то образом Китай пытается подтянуть к гипотетическим мирным переговорам по поводу Украины, что связывает Россию и Китай. огромнейший товарооборот, который вырос с момента начала войны. До войны он был, по-моему, 90 миллиардов американских долларов, в конце 22-го уже 190, в конце 23-го 240, и экономисты говорят, что это потолок. Вот все, больше Россия просто, не то, что дать не может, Китаю просто больше не нужно. Ну, Китай может быть чуть-чуть колебаться, но больше, ну, это плато, это все больше не нужно. Китай может стать той страной, которая может заставить Россию сесть за стол переговоров и остановить эту войну. Вопрос только в том, что, а что можно Китаю предложить? Что может предложить коллективный Запад? Такого, после чего Синь Цзиньпинь скажет, ничего себе, пойду я подумаю над вашим предложением. Вы что, серьезно? Я подумаю. То есть, вопрос не в деньгах. Я не думаю, что это дело там миллиард долларов, два миллиарда долларов, ну, или там наличными, не дай Боже. Вопрос влияния. Влияние, сферы влияния. Вот первое, что приходит в голову, например, это Тайвань, например. Почему бы нет? как торги. Тайвань, это составляющая часть Китая. Если западный мир признает полностью Китай за... Ой, Тайвань за Китаем и не будет, не знаю, как-то противодействовать, не знаю, оккупации, воссоединению, как угодно можно назвать, то тогда Китай готов пойти, мне кажется, на договор и заставить Российскую Федерацию прекратить боевые действия в Украине. Или даже заставить выйти полностью с территории Украины. Я тебе честно скажу, что я больше верю в то, что российская оппозиция сможет создать действительное государство на территории Курской области, чем то, что Запад откажется от Тайваня просто потому, что это повержение основ мироздания. То есть, ты думаешь, что на самом деле Курская операция на мнение и на оценку Китаем ситуации никоим образом не повлияла? Я думаю, нет, я думаю, они больше учтут это для планирования своих каких-то дальнейших действий, для осознания, насколько сильная Российская Федерация. То есть, Китай, я уверен, что рассматривает Россию с разных сторон, и партнер, и враг, и нейтральная сторона. И вот с точки зрения, если враг, то, а что можно от России ожидать? Если Украина со своими силами в пять тысяч человек смогла поставить в позицию буквы Z Россию, то в таком моменте Китай может, не знаю, там с экспедиционным корпусом, не знаю, там в пятьдесят тысяч человек может весь Дальний Восток забрать, и он сам побежит и поднимет знамена Китая. Может такое? Может такое быть. Окей. Еще одна сторона, еще одна сторона, которую пытались сделать козлом отпущения, но он технично обмазался сливочным маслом, и как молодая картошечка выскочил, понимаешь, прямо из тарелки, из-под вилки. Действительно ли белорусское направление это то направление, откуда Путину крайне необходимо наступление? И чисто теоретически, я сейчас не говорю о возможностях белорусской армии это осуществить, я говорю о том, что чисто теоретически это может быть для Путина спасительным маневром. Может быть, сто процентов. Если даже гипотетически, чисто мультяшный, вариант, Беларусь начинает боевые действия в районе Бреста в направлении Волынской области. Опять же, гипотетически, перерезать каналы снабжения Украины с Польшей. Как они хотели Сувалкийский коридор пробить, так и пробить эту часть. Украина вынуждена будет забирать свои силы с Курской области моментально в течение двух-трех дней бросать туда, там война, силы растянуты, экономика трескается по швам. И по задаму Российской Федерации там в течение недели от украинской армии ничего не остается вообще, слово совсем. Ее начинают там брать в клещи, каналы снабжения перерезаны, НАТО делает вид, что ничего не происходит, мы у бабушки, нам светит яркое солнце, и все, на этом заканчивается. Другая сторона практическая. Писан только что сказал, готова ли Беларусь встать в эту, как они говорят, в эту драчку. Готовы? Не знаю. Я думаю, что нет. Ну, мне тоже кажется, что Путин не сможет допугать Лукашенко, что он будет вот всеми возможными способами, он будет выводить войска, заводить их обратно, рисовать тактические знаки на технике, танцевать танцы, да, там, ГПК, Березку, все что угодно, попеременно, да, будет заставлять войска танцевать у границы, но, собственно говоря, границы он сам не перейдет. Хорошо. Вот на самом деле, смотри, такой вопрос достаточно любопытный. Мы знаем, что Путин без власти, но он мертвец, да, то есть нету Путина власти, он тут же моментально. А что у Лукашенко, как ты думаешь? Лукашенко без власти. Аналогичная ситуация, он считается мертвецом, но есть надежда, что он сможет передать власть очень медленно, очень так лагерно, не зря придумывается эта статья, придумывается уголовный кодекс за оскорбление бывшего президента. И, как мне говорили одни белорусы, говорят, получается, что теперь даже при открытой форточке дома поговорить нельзя. Вот и услышать, покритиковать даже нельзя будет. Вообще никого, ничто, вообще даже бывшего нельзя будет. поэтому я думаю, что он хочет мягкой передачи власти, хочет остаться в теме такой себе условный туркмен-башин, который отошел от власти, но в случае чего может приехать в любой колхоз и сказать, посмотри на эту скотину, как ты ее кормишь, как ты ее поешь, ну и все будут. Я думаю, хочет такой вариант оставить. Тогда вопрос следующий. А может ли быть такое, что Путина в Кремле уже нет, а Лукашенко в дворце республиканском еще есть? Конечно. Я же не зря его называют Тефлоновый диктатор. 30 лет он умудряется крутиться, выкручиваться и многое, что ему сходит с рук. И он, я больше чем уверен, хочет и верит, что вот эта вот история с вторжением в Украину, с территории Беларуси сойдет ему с рук. Как угодно. Я был жертвой, жертвой нападения, вот на меня, мне угрожали, шантажировали. Он, уверен, будет пытаться улизнуть, спрыгнуть с этой истории. Это тот момент, если бы не было этого вторжения вот с территории Беларуси, ничего бы ему не угрожало вообще. Он как был бы, так и оставался этим диктатором. Наоборот, было огромное количество беженцев к нему с Украины. Он бы всех там принимал, гладил бы, ну вот видите, какая у вас там власть плохая, вот я вас приютил. Но так он является соучастником. То есть он хочет улизнуть. А самый плохой для России расклад на конец 2024 года, по твоему мнению, каким он может быть? Увеличение помощи Украины со стороны западных стран. Раз. США. Снятие ограничений на дальнобойное вооружение два. Ну и какие-то еще дополнительные санкции, ну не знаю, какие-то очень серьезные, точечные, очень катастрофические. И передача Украине там еще больше каких-то видов вооружения. Non-limit. Unlimit называется. Как ты думаешь, если у него сейчас осознание того, что кто бы не пришел в Белый дом, либо ничего особо не поменяется, либо поменяется в худшую для него сторону. Ты знаешь, я судя по риторике российской, я смотрю, вот они где-то на этой точке замерли. Если раньше для них, помнишь сначала, Дональд Трамп классный, потом какая-то там риторика началась, и от Путина мы услышали, да не, пускай лучше будет Байден уже, черт себе. То сейчас я думаю, что они полностью общаются. В прострации, в фрустрации, кто там, Камала, Дональд, не поймешь, кто куда, что от кого ожидать. Вроде как Украине не будем помогать, то с другой стороны, мы как дадим Украине все. То есть я думаю, что Кремль сам уже потерялся. Кого поддерживать, а кого нет. Как ты думаешь, будет ли Путин до Нового года повышать градус напряжения и чем? Мы с тобой начали говорить вот за варианты мобилизации тотальная и за, ну мы говорим, что это экономически, очень трудно, экономически, но если это сложно, тактический ядерный удар мы не исключаем. Мы не исключаем, даже несмотря на то, что, помнишь, Лукашенко сказал, Путин понимает, что ядерный удар ничего не даст, наоборот, только отвернет союзников, но ядерный удар может быть где? Ну, на своей территории испытания, чтобы новые поколения людей, которые бегают с этими ЛГБТ-флагами или там Фри-Палестина, чтобы они увидели и ужаснулись, какой настоящий ядерный взрыв, потому что ядерный взрыв мы видели только в качестве, по-моему, сколько там, 35 миллиметров, это пленка черно-белая, то есть, это не передает реальности, а вот увидеть его в качестве HD, например, там, не знаю, Семипалатинск, не знаю, какие-то полигоны есть, или тот же самый, сколько раз уже говорилось, пресловутый остров Змеиный, может быть, какой-то удар, может быть, напугать Украину, напугать Румынию, которая является членом НАТО, показать, что взрывы практически возле вас, акт устрашения, я не исключаю, такое может быть. Окей, спасибо тебе огромное, давай будем наблюдать за всем, что было происходить. Береги себя. Спасибо.